ну понятно начнем мы известно с чего и это ну скажем так сейчас все эфиры с этого начинается это антоновский мост мы все-таки дадим для наглядности видео попросим константин он сейчас покажет во что превращен после третьего удара как раз антоновский мост напоминает мост через днепр протяженность метров и вот пусть третьего удара после третьего удара вот такое завывание про то что ну наверно наверно можно сравнить с решетом на сегодняшний да да вот выглядит конечно ужасающе я так понимаю что грузоподъемность моста принципе сведена к практически к нулю он из автомобильного он из автомобильного не надо быть инженером конструктором чтобы понимать что он из автомобильного превратился в пешеход вот смотрите олег вот давайте вот с такого начнем вот мы картинку посмотрели но очевидно по нему ездить нельзя там опять же можно пройти пешком а почему три раза надо было пристреливаться чтобы довести его до этого состояния вот в первый раза хаймерсы это были или что можно его было так сказать с первого раза вот в такое состояние привести или нет вот мы не понимаем конечно можно было и можно было не просто перевести в такое состояние можно было если бы удар наносился пок одной из опор моста и и ну вот в точку стыка пролетов или допустим в точку стыка моста и берега где самое эффективное было бы воздействие боеприпаса в момент их подрыва, на фугасное действие, то тогда можно было просто обрушить пролет моста, и он бы прекратил как мост свое существование. Но я так понимаю, что был стратегический замысел Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это мое субъективное мнение, но два варианта. Первое, спровоцировать переброску войск, что, скорее всего, мы и добились. Сейчас идет очень активное движение войск вдоль всей линии фронта. И второе, используя наше превосходство на южном направлении, создать там некую ловушку. Для того, чтобы пригласить российские войска переправиться на правый берег, а дальше мы там их судьбу будем решать уже по своему усмотрению. Имеется в виду переброска, это имеется в виду, чтобы они подтянули резервы к Херсону. Конечно, чтобы они подтянули. Причем, смотрите, мы продемонстрировали за эту неделю, что мы имеем огневое воздействие на все четыре моста, ключевых моста для Херсона. Это Каховский мост через шлюз маленький, это Дарьевский мост через Ингулец, И это два моста Антоновских, железнодорожный и автомобильный. Мы это все продемонстрировали. И тем самым, а еще раз громив большое количество складов, систем ПВО, командных пунктов, даже дошли до опорников. Мы же даже по опорным пунктам ударили по некоторым в районе на Херсонском направлении. Мы фактически спровоцировали вооруженные силы Российской Федерации на то, что надо срочно тушить пожар, надо спасать южное направление. И я так понимаю, что они сейчас и туда и направляются для того, чтобы его спасать. А, так погодите, логика обратная, наоборот, не дать возможность подтянуть резервы, для того, чтобы проще было блокировать, ну точнее блокировать и деоккупировать Херсон. Или в данном случае другая логика работает, то есть наоборот, подтянутые резервы безнадежны. Я думаю, что логика работает абсолютно противоположная. Дело в том, что, видите, Марк, мы с вами рассуждаем в, ну будем так, в логике Второй мировой войны, в том, что мы видим в книжках, в фильмах и во всем остальном. А сегодня вооруженные силы Украины способны вести войну четвертого поколения, когда контрнаступление не выглядит, как атака оппозиции противника в лоб со знаменем впереди, на танках и бронетранспортера. А когда контрнаступление выглядит, как дистанционная война с нанесением мелких ударов с различных направлений и доведением противника до состояния неспособности выполнения боевых задач. Ага. И для этого именно у Украины есть средства. Да. И для этого у нас есть средства, возможности, но для этого нам надо туда собрать... Ведь смотрите, сейчас остается только одно направление, это донецкое направление, где противник продолжает штурмовые действия. На всех остальных направлениях он уже штурмовых действий не ведет. Он ведет позиционные оборонительные бои. Но нам необходимо стянуть, для того, чтобы максимально ослабить другие направления, надо спровоцировать стягивание, допустим, сил и средств на одном направлении. Что мы успешно делаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова